Добрый день, дорогие друзья! Находимся мы сегодня на 40 лет победы в городе-курорте Анапа. Довольно-таки солнечном и прекрасном. Нам обещали, что к лету здесь закончится и набережная, и новая кафе-шатер. Давайте посмотрим, на какой стадии они находятся. Ну и прогуляемся к морю, посмотрим, как вообще выглядит пляж 40 лет победы. Ведь он один из любимых наших. Приятного просмотра! Не забывайте подписаться, лайк и поделиться. Фуристическая инфраструктура здесь уже работает. Вот вам, пожалуйста, кофе туда, магазин продуктов, винный магазин вишневой, продукты, пиццерия, кафе. То есть все работает в полной мере. Здесь сейчас вот как раз-таки идет строительство на набережной той дорожке. Ее обещают одну самую основную к лету завершить. И еще идет строительство кафе-шатер. С правой стороны капитальное такое сооружение поднимается. Вот не страшно, что людям на таких обрывах наших анапских строятся. Интересно, конечно, посмотреть, прогуляться уже по набережной. Я вижу, что там сегодня есть даже уже представители, наверное, от администрации, смотрят, как это все выглядит. Ну и нам это тоже очень интересно будет сейчас поглядеть со стороны, потому что обещали и, значит, должны закончить. Сейчас с правой стороны монументальное просто строение. Столько бетона, столько всего. Можем видеть, что делают, как говорится, на совесть. Все крепко должно быть. Ну и будем надеяться, что на наших гостей порадует. Порадует причем и не раз. О, смотрите, ребята. Вот это эксклюзив. То есть будет белая набережная. Смотрите, первые балясины мы с вами наблюдаем. Вот это фантастика. Вот это то, чем мы мечтаем, мои дорогие. Чтобы она была белая, красивая. Всех с этим, кстати, поздравляю. И надеюсь, что в скором времени мы все это увидим в полной мере. Видите, вот там ребята-строители устанавливают их уже на такие штыри. То есть главное, еще обещали, что они антивандальные. Их не надо будет, по идее, красить каждый год. Они не будут поддержаны разрушением от стихии. У меня просто ряда культур-дышок. Вот, знаете, как вот когда побывал в Геленджике, во всех странах городах, видел там набережную, приехал сюда, а здесь, ребят, на, и такая же красота, и такие же подарки, дорогие мои. Сразу не разглядел, но с другой стороны кафе Шатер. Здесь такое ощущение, как будто хотят берег увеличить. Уставили уже подпорки и, скорее всего, зальют бетоном. Будет как навес сюда. То есть набережная станет в этом месте еще и больше, дорогие друзья. А если бы она вот так дальше бы еще и в эту сторону пошла, как это было бы круто. Но, эх, а вдруг? Ну, давайте немножко мечтать. Здесь предстоит еще, конечно, очень много работы, которую надо выполнить в срок. Но обещают, что даже здесь будет переработано все. И появится не вот так, как сейчас это выглядит, такой обрыв. А будет, ребята, не поверите. Вот не поверите, здесь появится детская площадка. И оттуда должен быть, по идее, спуск. По крайней мере, на тех рендерах, которые я видел, должно быть именно так. Но так, по факту, мы будем поглядеть. Как это будет выглядеть. То, что я уже вижу, реально, я просто счастлив. У меня других эмоций нет. Ладно, давайте вернемся к морю. Моречко наше, родное. Поверьте, посмотрите, какое сегодня. Да и вообще уже несколько дней подряд. Оно здесь кристально чистое. И просто смотришь на него, аж дух захватывает. Вот такое море мы любим в Анапе. Каменные пляжи перед вами. То есть тоже хотите. Говорят, что там какие-то балясины разные. Видно, нет, со стороны? Но они еще не сделали. Они потом сейчас. Ну, хотя будут разные. Да, главное, белые красивые, да? Я тоже просто нереально счастлив. После вот этого пластикового, некрасивого. И появляется белое. Класс. Будем гордиться, да? Да. В этом вот месте, где была тут раньше площадка, о которой мы очень просили, чтобы она вернулась на круги своя. Потому что, ну, было шикарнейшее место с такими великолепными видами. Должен, по идее, появиться спуск сюда, лестница вниз. А здесь появится просто фантастическая площадка. Наверное, лучше на Черноморском побережье. По крайней мере, мы именно такую ее ждем. И пишите обязательно в комментариях, как вы думаете, появится она или все-таки нет. Ой, смотрите, девочки в купальниках, домики стоят. Их, кстати, мы его отодвинули подальше от моря. Если я не ошибаюсь, то есть получилось больше пространства перед ними. Мангальных зон, а нет, мангальчики стоят. То есть, ну, вот я не против еще раз повторять мангалов. Всегда, когда прихожу сюда, об этом говорю. Но против их в летний период. Потому что в летом тут вот даже сейчас там воздух не двигается. И просто нечем дышать будет. А так, конечно, виды на пляж просто шикарные. Красота, как говорится. Ух, вот эта сила, вот эта вещь, мои дорогие друзья. Интересно будет, конечно, посмотреть сверху, как это выглядит. Именно сделать пролет по новой набережной. И понять там, что куда уходит. Потому что сколько еще работы осталось. И сверху будет уже видно, в принципе, как оно будет в дальнейшем развиваться. Уже ведутся работы по созданию развлекательно-торговых площадей на пляжах. Выставлены стульчики местами, чтобы вы могли прийти, посидеть. Как скамеечки, видите, под навесиками, аэрариями. Все уже, в принципе, готово. Потому что вы приезжали, отдыхали. Посмотрим только, как море готово к вам или нет. В шортиках люди гуляют, удовольствие получают. Рыбка пластик собирает, потом его отсюда убирают. И благодаря этому здесь пляжики чистые. Очень легко заинтересовать деток. В игровой форме собирали какие-то бутылочки. И сделали мир в Руси отчищи. Приучить к труду. И заодно, посмотрите, как выглядят пляжи. То есть чистота, красота. И то, как оно должно быть на самом деле. Ах, аж хочется ворваться. Но я особо шорты не брал. Купаться не буду. Видите, люди отдыхают, удовольствие получают. Все, в общем, максимально прекрасно. Так как это и должно быть на нашем Черноморском побережье. Окрасилось в бурый цвет. Ну, это ничего страшного. Это просто такие вот водоросли. Ощущение просто. Космос заходишь в море. И вот дальше пошла. Кристалли, чисто прозрачная вода. Мой дорогие друзья. Ну, шикарный же. Итак, дорогие мои. Давайте взлетим наверх. И посмотрим вообще, как это все выглядит с высоты. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Познакомимся. Также буду рад, если поделитесь этим видеосюжетом со своими друзьями. Чтобы они тоже о интересных местах нашего Черноморского побережья знали. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Мы есть на... Мы есть ВКонтакте. Я уже забываю даже, где мы есть. Короче, Яндекс.Дзен, Рутуб, ВКонтакте группа Юрий Озаровский. Так что буду рад вас везде видеть. Всем пока-пока. Ну и морешко для вас, дорогие друзья. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok